Чудеса 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 сказано в Писании, в духе и силе Ильи приготовить путь Господень. Захарий усомнился, он убоялся, он говорит такие слова ангелу, что как может все быть, потому что мы уже старые, и я, и жена моя. И ангел Гавриил говорит, я архангел Гавриил, который предстоит перед Богом, ты усомнился в моих словах, которые я тебе говорю, и ты будешь нем до того дня, которым все это исполнится, что я тебе говорил. Люди в храме, ждавшие, они удивлялись, почему задерживается Захарий. И тогда, вышедшие, он не мог ничего сказать. Они поняли, что он видел какое-то видение. Через несколько времени святый пророк Захарий и праведная Елизавета узнали, что они ждут ребеночка. И мы знаем из Писания, что Пресвятая Владычица Богородица, узнавшая, она пришла, чтобы возвестить Елизавет свою тетю, потому что Елизавета была родной сестрой матери Анны Пресвятой Богородицы. И мы знаем, что возобновляют такие слова в Писании. «Благословен ты в женах и благословен плод чрева твоего». Святая Елизавета говорит, откуда мне сидеть, что пришла Матерь Господа моего ко мне. Пресвятая Богородица, она пребывала до рождения Иоанна возле Елизаветы. И когда родился младенец, то все родные собрались, чтобы назвать его по имени отца Захарий. Но Елизавета говорит, да будет имя ему Иоанн. Все начали спрашивать, почему так? Пусть отец напишет на дождичке, как хочет, чтобы было имя ему. И тогда Захария пишет, имя ему да будет Иоанн. Это весь о рождении Иоанна Претечи и о родителях Захарии и Елизаветы, она распространилась по всему Иерусалиму. Даже царь, при котором служил и правил в то время царь Ирод, он знал за этих родителей, за эту весть и радость, которая была у них. Потому что все чудились, что в таких летах Господь послал им дитя. И когда уже родился Господь наш Иисус Христос, то волхвы, которые шли, чтобы поклониться, они посетили Ирода и рассказали эту весть, Ирод тогда дает указание, чтобы истребили всех младенцев до двухлетнего возраста. И уже Иоанну было в то время полтора года. И когда начался этот шум, трепет в Иерусалиме, когда воины шли, чтобы убивали младенцев, то святая правдная Елизавета, она взяла младенца и убежала, чтобы спасти дитя. А Захарий остался служить в храме Господнем. И когда воины, пришелши в храм, они спросили Захария, где твой сын, он сказал, что я не знаю, я служу. И именно так заканчивается жизнь святого пророка Захария, который претерпел от воинов Иродовых за то, что они пришли за дитем Иоанном, чтобы убить. А правдная Елизавета, убежавшись в пустыню, воины везде искали. Мы знаем, что в предании говорится, что она очень сильно молилась, когда уже воины приближались. И когда она стояла возле горы, она просила, чтобы Господь спас их. И гора-то раступилась, и сделала пещерку, и укрыла их. И так воины не смогли найти Елизавету с младенцем. После смерти Захария Елизавета еще прожила 40 дней, и потом она спочила, предала дух Богу. Житие святых праведных Захарии Елизаветы есть для нас всех примером, что несмотря на свою жизнь, они ни разу не роптали на Бога. Наверное, неоднократно Захарий, когда совершал служение, он в первую очередь просил у Господа, чтобы Господь смилостился, послал мир Спасителя, потому что все ждали, все ждали Мессию Христа. И каждая семья, она ждала, чтобы из их рода придет мир Христос Спаситель. Но мы знаем слова, что именно из рода благочестивого Захария Елизавета в мир пришел Иоанн Креститель, который приготовил путь в Господень, который действительно был в духе истины Ильи, который проповедовал покаянием. И мы знаем Святого Писания, что если говорится, что по делам их, вы узнаете их, то есть по житию святых праведных Захарии Елизаветы, мы видим, что и приходит в мир тот притеча, который был предсказан еще ветхозаветными сказаниями о том, что он будет приготовить путь в мир Христа Спасителя. Мы знаем, что в Писании говорится, что если корень свят, то и ветви его святы. То есть, если человек живет праведным и Богогодным, то его и род, и поколение покрывает милость Божия. И всегда оберегает и сохраняет. Для нас есть пример, чтобы мы в своей семье, в семьях своих, в своем приходах, в своем окружении всегда были примером для всех людей. И мы, чтобы были тоже уподоблялись святым пророку Захарию и праведной Елизавете своим житиям, чтобы мы молились этим угодником Божиим, который Святая Церковь именно отмечает 18 сентября по новому стилю родителей святого притеча Иоанна, святых праведных Захария и Елизавета. Да поможет нам Господь жить примером их житиям, и чтобы они всегда являлись молитвенниками у престола Божия за всех нас. Аминь. Отец Василий, можно ли сказать, что святые праведные Елизавета и Захария, именно на них вспываются слова, что невозможно человеком, возможно Богу, когда уже совершенно в престарелом веке у них родился такой великий Сын? Это все так действительно, потому что действительно, когда ангел Господний сказал Захарию, что Господь услышал молитвы Твои, то он как-то усомнился, немножко убоялся, как будет сие, потому что уже летал он понимал, что физически это все невозможно для человека. Если Господь уже раньше не послал им дитя, чтобы они радовались, то он же как-то побоялся, какая причина этого всего. А Архангел говорил, он говорит, что я предстаю пред Богом, и я тебе сказал, а ты усомнился, и он показывает еще пример одного чуда, что он был нем, все это время, доки не родился у него Сын, и он доки не написал на дочечке имя Иоанн, то он не мог глаголать. И потом он, после того, когда отверзлость уста его, он начал пророчествовать, благодарить Бога, и говорить, что все исполнилось по воле Божьей, на все есть воля Божья. Что и для нас есть пример, что мы немножко бываем в жизни, что просим, не всегда получаем. А когда получаем, то не всегда это все осознаем. На все воля Божья. И действительно, если невозможно человеку что-то, то все возможно Богу. Отец Василий, но есть еще один нюанс в жизни святых праведных Елизаветы и Захария, когда у них родился сын, о котором они столько лет молились, и вдруг спустя совершенно непродолжительное время убивают пророка Захарию, и через 40 дней умирает Елизавета. Казалось бы, жить да жить, да радоваться ребенку, а тут такая скорбь. Как-то несправедливо по человеческим меркам. Для нашего сознания оно действительно так получается, что тяжело это все понимать, воспринимать, осознавать. Но мы знаем, что и в дальнейшем все это было уже подготовлено Богом Отцем, потому что Дух Божий показывал, как может он с такого маленького возраста именно выжить. То есть это не под силу самому человеку, а под силу Богу. И мы знаем, что он был очень строгий. И молитвенник, постник, и он был как отшельником, он до возраста 30-летнего, он находился в пустыне, а потом пошел на проповедь. И первые его слова, которые были очень для всех людей очень такие грозные, потому что он говорил, что покайтесь, ибо скоро приближится Царствие Божие. То есть он начал людей показывать путь истины, что им, наверное, и неоднократно, и в то время, и всяким фарисеям, саддукеям это все не нравилось. Но до этого времени Господь его приготовлял. То есть он жил, и действительно могли родители только радоваться, жить и благодарить Бога. Но и они за это все благодарили Бога. Потому что они понимали, что есть на все воля Божия. Это очень для нас важно, для каждого православного христианина, чтобы осознавать, что на все есть воля Божия. Мы можем только вымолить у Господа что-то или чего-то, но не можем мы требовать. Вот они не требовали, Господь послал. Можно ли сказать, что именно святым праведным Елизавете и Захарии можно молиться, наверное, не только можно, но и должно молиться о своих родителях, чтобы каждый молился о своих родителях? Действительно, это угодники Божии, которыми мы должны молиться. И молиться за своих родителей, и молиться тем семьям, которые ждут дитя. И что во время, бывает так, что не всегда сразу Господь посылает, вот именно молиться святым пророку Захару Елизавете о даровании ребенка для семьи. И чтобы дети всегда могли молиться за своих родителей, чтобы Господь сохранял родителей, потому что почитание, мы знаем, заповедь Божия, что одна, почитай отца и матерь свою, и долголетень, и счастлив будешь на земле. Это есть одна из таких запорук нашего долгожизни и нашего счастья, почитание родителей. И именно является для нас таким примером святый пророк Захарий и праведная Елизавета. Субтитры создавал DimaTorzok